Доброе утро! Что там у вас? Утро у нас, ночь в боке. А мы пообедали уже. Да, а я еще не ужинал. Ну, не ужинал. Я что-то два дня вообще ничего не ем. Зубы начал лечить, в общем. Мне поразворочили весь рот. Вставлять будут коронки, где что удалять. Думаю, вот сейчас собираюсь умирать, а зубы собрался лечить какие-то. Да, ну надо вот, да? Надо вот мне. А едем в деревню, а что, матушка волнуется? Она говорит, а вдруг заболит, заболит. Ну, а там уж действительно у меня несколько дубов таких. Ну, то, что они за дня в день могут заболеть. Вот. И пришли сегодня, в общем, мне сразу там по нескольку штук их лечат. Ну, а сейчас не найти таких докторов, чтобы на дому вот так лечили. Все, что, в стационарах везде. Я шипелявлю, они меня растащили там все дубы. Ну, вот. Ну, ничего. Господь. Вы знаете, как? Ну, побаилось, конечно, честно, по-человечески. Страх такой. Тем более то, что у меня они боли, вот эти приступы постоянно идут. Вот. Ну, и мочевой сильно болит. И, как бы, тут, ну, они, знаешь, на чем концентрироваться. То ли на зубах, то ли на мочевом. А у Господа попросил, вообще страх отнял. То есть, вот, он часа полтора, наверное, мне сверлил там, вот. А страха вообще ни капли не было. Ни капельки. Представляете? Вот. А мне хорошо слышно, да? Да, слышно, я тоже думаю о зубах-то. Вот у меня бесплатно зубы ремонтировать в политзаключенном. Льгота такая. Они сначала выбили зубы, а теперь вставляют бесплатно. Но я пошел, а там такая очередь, и я не стал ходить. А тут нашелся один благодетель, и мне, ну, помогает, когда надо. Вот, он, видели, как напильника мне Игорь там шоркал зубы. Ну, надо сходить, потому что совсем уже мало. Я уж тоже собираюсь уходить-то, а думаешь. Мне, главное, шепеляю, плохо-то. А я тоже, я думаю, чёрт лень перед Людмитой это рассказываю, а зубы никакие вообще. А сейчас такое есть. Бог, говорит, нечестивым поражает зубы. Я когда считаю, смеюсь. А там Саламовец Давид говорит, сокрушает зубы нечестивых. Я себя к нечестивым-то отношу, и тогда успокаиваюсь. Ну, да. А это, они мне как бы насчитали там под сто тысяч делать всё. Ну, поставить там эти керамические зубы там со штифтами. Ну, на сто лет, в общем. Ну, лет сто еще будут жить, короче. Я уж что-то думаю. А вот, я же думаю, может быть, не зря вот это всё. Люди, вот последние два месяца, два месяца идут какие-то людям сны, откровения, вот разговоры вот такие, люди такие, что тебе Господь поставит на ноги над молиться. И вот отовсюду, отовсюду вообще идут. Православные сектанты и все. И вот, и всем сны какие-то. Может, действительно, Господь поднимет. А была же вот эта, помните, на Украине, не помню я фамилию её, женщина, она скрюченная совсем была. А Господь, она из баптистов, по-моему. И Господь поставил её. Ну, там-то у неё таких доказательств не было. А у меня-то целый архив там. Вот и людей-то чудо, утверждение в вере какое будет. Вот. Ну, всё. Последние же времена, есть такие пророчества, что в последние времена будет Господь давать для разумления у людей такие вот свидетельства крепкие, да. А как не на мне ещё показать свидетельство, да. Тут лежит 14 лет, и, представляете, встал на ноги. И пошёл проповедовать. Если вы встанете, тут сразу и все скажут по моей молитве. Все диреки, все будут укрепляться, скажут. Мы за него молились, а православные не могли поднять. А я скажу, я молился за него. Вон вот Господь услышал мою молитву. Другой также. Да, молитву крепкую, конечно. Я смотрел этот ролик, сняли. Я говорю, они бедные. Надежда Васильевна упала, вообще подняться не может. А я говорю, Венатич, куда? Куда тут молодой? Это только это... Как бы, хоть бы пожалели бы себе куда-то. Болезни, большей частью, зависят, как врачи говорят, от внутреннего. Внутреннее. Нужно 5 дней. Не, ну, Венатич, тоже перебор такой. Я думаю, почему он такой перебор-то? А в чём перебор? В поклонах или в чём? Ну, в поклонах, конечно. В поклонах. Ну, вот я этому... А ещё, откуда знаете-то? Это 100 поклонов, это минимум. Вчера один мне пишет, я в ролике поместил. Я не имею в виду, что 100 поклонов, я говорю, так размахиваться, и сердце не выдержит. Выдержит. На молитве ещё никто не умирал, хотя толковать могут так. Серафим Саровский-то умер, на кирпичах коленками стоял, ну, и, видимо, мёртвый-то качнулся, свечка упала. А сарабрятцы говорят, вот Бог показал, что нечестивый, говорит, курил, говорит, а заснул, вот от пироса загорелось. От папироса у Серафима. Вообще. Ну, что сделаешь? У меня на дне такой вот разговор с человеком, ну, даже спор, наверное, зашёл интересный. Вот я хочу, как бы, ваше мнение узнать. Ну, я, в принципе, утвердился в этом, но и хочу, в принципе, с вами поделиться и узнать ваше мнение, да. Ну, как говорится, в православии аскетика принято, да, и, ну, никто не против, да. Вот, ну, я недавно ролик сделал, но это не то, чтобы аскетика, знаете, попросить испытаний у Господа, да. И вот некоторые люди, в общем, восстали против меня, типа, какие-то испытания, ты там, горы, гордости, там, погрязные испытания тебе, типа, хватит с тебя того, что имеешь. И вот, как бы, я сейчас начну, зачитаю, я тут сделал некоторые вынески, с псалмов начну, вот, псалом 138-й. Давид говорит, испытай меня, Боже, и узнай сердце моё, испытай, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь, на путь вечный. Потом, псалом 138-й, испытай меня, Боже, и узнай сердце моё, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, я тоже самое зачитал, да. А, нет, дальше, дальше что? Дальше у нас идёт Еремия, 17, 9, 10. Лукавое сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Так, кто узнает его? Неплохо читать, так не вижу. Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. Далее идёт Иакова, 1, 12, блаженый человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит видеть жизни, которую обещал Господь любящим его. Это всё вот об испытаниях. Дальше опять Псалом 18 идёт у нас. «Кто усмотрит погрешности мои от тайных моих? Очисти меня!» Вот, то есть, какой вопрос мы все можем задавать, да? Мы же можем оправдать любые свои дела-то, да? Вот, нам кажется, а что испытывать? Да я её вот и без испытаний обойдусь, я и сам себя испытаю. А когда скачу испытания, это принижу, когда скачу, возомышу. А я вот, ну, когда Господа я узнал, и появилась у меня ревность такая по Богу, вот 11 лет назад, да, я сразу же, я ещё не знал ни толкований, никаких ничего, но мне легло сразу на сердце просить Господа. Я тогда даже Псалмы не читал, понимаете? А вот у меня вот ревность такая появилась, я говорю, Господи, испытай меня, очисти, если я хочу душу свою привести в порядок, я хочу быть перед тобой чистым, ходить, испытай меня. Вот, и, ну, в общем, дал такие, в общем, обещания Богу, ну, отказался там от мяса, ну, от много ещё, от телевизора, от всего-от всего-от всего отбросил, вот, и попросил испытаний. И Господь дал мне прям несколько лет таких вот тяжких испытаний. Ну, и я как бы вот в этом ролике в своём рассказал о том, что я попросил испытаний, и люди стоят мне укорять, что не должен человек попросить испытаний, всё это гордость, как вы смотрите на это. Ну, когда Давид просил, вы раз псалмы говорили, то я по псалмам пройдусь. Бог посылал ему испытания очень крепкие, но в этих испытаниях он уже не просил, он понимал, что это испытание. Испытание – это искушение, не веди нас в искушение. Хотя Яков говорит, Бог не искушается злом. Искушение двух родов, одно от Бога, другое от похоти, от дьявола, может быть. От Бога только два – это болезнь и гонение. Всё. Ты находишься уже испытанный, ты всё время испытываешься, тебе просить об этом никак нельзя, потому что ты прямо вошёл в эту ячейку. Тебя Бог испытывает и днём, и ночью. Это не то, что боль была, я сходил, желудок режет, сходил в туалет и теперь перестал резать. У тебя каждый день желудок, у тебя с почками, какие выходят камни. Я как вспомнил, у меня у самого, кажется, отвалится всё. Вам не надо это ничего. Почему? Святые молились так. Я жития святой-то насчитывал, у меня два тома написано, седьмой и восьмым открытым оком, по житиям святых. Я сравнил, здесь Библия сходится, нет. И они прямо говорили, Господи, не знаю, что просить. Дать испытания не выдержу, без испытания не спасусь. Ты сам, Владыка, знаешь, сделай как тебе угодно. Я считаю, это самая правильная молитва. Я не прошу этого, я не просил. Вот ты нарывался, лес тебя арестовывает, раз, другое, ты ничего не понимаешь. Нет, я очень осторожен был везде. Но уже от Бога это назначено было. Я нигде не лез. Но раз меня вызвали к АГБ, поэтому я с первого дня им свидетельствую. Так что они уже считали, не меня допрашивают, а я их обращаю к Богу. Я нигде не рыпался. Это неправда. Я старался вести себя как можно тише. Но у меня крест такой назначенный. Я должен упойти. Если у них где-то проходит экспертизу психиатрической недели, меня держат полтора месяца. То есть у меня по другой шкале Бог меня вел. И какие были испытания? Всем-то до передачи ко мне ничего нет. На 50 человек один охранник, а у меня 4 на одного. Мне шагнуть нельзя никуда. И в этом было тоже испытание. Испытание, ну, я говорю сразу с четырьмя. Я им свидетельствую. И так и здесь. Вот. Я принял эту молитву. И знаю, что когда Давид просил, он видел, что за его согрешение нужно испытание. Иногда Бог сам предлагал ему, вот тебе три испытания. Пророк пришел, гад. Гад. И говорит, вот, три года будешь, три месяца или три дня там. Ну, показывает. Он тогда избрал три дня. Ну, и пошла язва там и уменьшилась за перепись эту. Он-то думал, что переписать, сколько солдат, какие вооруженные силы. А у него миллион сто тысяч уже было. Ну, как Турция сейчас, воинственно так настроена. Ну, и поэтому Бог его укоротил. Подрезал народ. Так люди-то погибли. Ты об этом не рассуждай. Бог каждому определит. Озу убил за то, что подправить к общек решил. Не надо говорить. Ты знаешь, и бойся прикасаться к божественным делам своими силами и поправить. И так и здесь испытание. Оно все время идет здесь. То, что вот у меня болит здесь, ноги там не сгибаются, я не считаю за болезнь. Это естественно угасание организма. Совершенно естественное. А нужно испытание? Нужно. В гонениях, в клеветах. Мне вчера показывают еще один там. Целый канал против меня образовали. Ну, да там и даже фотографий нет. А никакие. А вот, который я сегодня дал на Дворкина-то, который за рубежом его просматривает одет. А тут настоящий разбор где-то. И где-то мы даже были столкнулись. Нет, давайте не уходить. Потому что я хочу широко на эту тему посмотреть. Ну, я просто говорю, не советую. Потому что ревность Бог считает. Да нет, советуют, не советуют. Я уже прошел это все. Это закончено давно. Это было 11 лет назад. Причем я не знал тогда. Я только начал читать Ветхий Завет. И у меня появилась, понимаете, у меня появилась такая ревность к Господу. Ну, как бы я обратился, да. Вот. И мне хотелось доказать, ну, как бы свое вот это. Ну, чтобы Господь мне, ну, по-человечески чисто поверил. Как бы я перед человеком говорю, проверь меня, насколько я вот исправился, исправил пути свои к Господу. И я попросил вот ради того, чтобы доказать вот Господу свою любовь, понимаете, вот, насколько я полюбил и принял его. Вот. Ну, и тут опять же, тут речь не обо мне. Я вот в этой фильме, в этой фильме я предлагаю, вот, не то чтобы, ну, вот на собственном опыте, да. Вот. Сегодня, вот, как Господь говорит, многими скорбями лежит войти в Царствие Небесное, да. Вот скорби. Насколько люди сегодня принимают эти скорби. И люди же... Господь предлагает, видите, скорбями, а человек упирается руками-ногами, отказывается от этих испытаний. Вот, допустим, есть такой пример. Когда юноша подошел ко Христу и спросил у него, как у наследует Царствие Божие, да, Господь сказал ему, ну, если хочешь быть совершен, пойди и продай имение твое. Уже, как заповеден, исполнил, а для совершенства продай имение. То есть Господь посылает ему испытания, да. И он же отказывается от него. Видите, как... Но он тошел с пищалью, ибо был богат. Ну, понятно, да. И, ну, это же... Вот берем, допустим, апостолов. Апостолы предлагали продавать имение свои. То есть людям предлагали отрешаться от всего и брать крест свой. То есть как можно взять крест, не отвергнувшись, да, вот в себя. Ну, вот опять же, насколько они... Испытания полезны сегодня. Успытания. Ну, да, есть жизнь, аскет, да, и человек старается там пост, там, чем-то и ограничивать себя. Но это же не испытание совершенно. Испытание то, что человеку трудно дается. Именно трудно. Вообще, не одному человеку, а в человеческом организме. Словом «человеку» имеем в виду человеческий индивид. Вот мне... Я могу приводить много разных примеров, но мне легче сказать то, что я испытал. Когда я прочитал про этого юноши, я сразу прикинул. Я все оставил, я вышел на улицу. Я вышел, во двор стою. Все, назад мне возврата нет. Что на мне? Как я себя буду вести? Дальше. Обратился я в 62-м году. А в это время только возникло движение у баптистов, отделенное от Совет Церквей, инициативники. То есть они увидели, что все захватило власть. Пресвитера все присутствовали. И я первое время, первый даже год, помню, материалы даже некоторые разносил. Вот у них отнимали детей. Детей отнимали, и отнимали навсегда. Тогда юноши не знали, а именно воспитывать в коммунистическом духе. А отнимают, дипломы кончили, а работать не дают. Я что насобирал, за что они сцепляются? Я помолился Богу, «Господи, помоги мне от всего этого сразу отказаться». И Господь мне позволил буквально в один день это все из себя сбросить. У меня ни машины, ни мотоцикла никогда не было. Ничего. И вот в дом какой, живу в бараке, там, да ну, ничего никак нету, но и в этом дай мне радость. Я в этом радовался. А что сейчас сохранилось, это осколки того. То есть у меня это совершенно естественно, нормально. Вот. И если болезнь какая, не считать ее за болезнь. Поэтому я отвечаю, я не болею. Почему? Болеют я вот на вас указы, вот это болезнь. А я-то хожу на ногах, голубям лажу. И поэтому просить ничего не прошу, совсем соглашаюсь, а теперь наполню ста благодарением. Благодарением за то, что я нищ, что я слаб, что у меня ничего нету. Я благодарю. И вот тогда уже Господь ставит на другую ступень и перешел. У меня было так, что поступило облегчение, когда я был, кажется, в ташкентской тюрьме. Заедали клопы, и вдруг меня переводят в камеру, где находятся милиционеры. Неправильно, которые делают. Там один жену убил, там другое. А там другое все чисто. Там ничего нету, все сделано. И я понял, что Господь видит, что там я это перенес. Он дает мне послабление. Я не просил больше, дай мне. Самое трудное, что переносится, я беру от обратного. Евангелист Иоанн говорит, для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Это самая большая радость. Павел говорит, в муках я рождение, доколе в вас изобразится Христос снова. То есть они отступили, палят. А это обратная боль. Самая большая радость, когда человек обращается, и большая, не если это скорбь до смерти. Вчера ел за столом, пили вместе, уходят. Я стал исследовать, кто эти люди. И увидел, что все они до одного каким-то боком соприкасаются с миссионерскими отделами. Я провел большую работу и увидел, что это гнайник России. Бог будет разметывать это дело. Самое опасное, что есть сейчас, это придуманные миссионерские отделы. Этого нету. Это обман. Это муляж. В миссионерский отдел апостолов миссионеры были, да? Поскольку посылал? Подвое. Все. И как? А кто руководил? Дух Святой надувал паруса. А вот они, они какие, я стал смотреть, хамовитые, жестокие. У них только одно, человеконенавищество и человекоугодничество. Я просто постепенно до этого дошел. Господи, по вопросу отвечаю. И мне вот это испытание потеря друзей, близких людей. Я понял, откуда это идет. И Бог направил, мол, разум исследовать на том положении. И сегодня в этом направлении я могу дать конкретный материал. И материалы пошли не сегодняшние. Даже из-за границы вчера не на меня послали, на другого. Там дают разборки, но больше зловредной личности даже и нету. В мировом масштабе может. Скольких людей он погубил за это время. Вот это испытание. Давайте это... Я ролик гудел, я все это вырежу. Мне нужна тема. Мне дворки на эти, они мне по боку вообще. Я говорить не хочу. Мне вот тема. Я с братом, вы его знаете, не буду фамилией его. Давайте вот разговор зашел, да? Ну, Господь говорит, вообще не люблю про эти вывольные уши, чем богатому войти в Царствие Небесное, да? Вот. А как вы видите, опять же, человека, ну, человека такого состоятельного, да, вроде, в жизни у него, ну, и хорошее дело такое, ну, и людям работу дает, да, и вроде, как ему оставаться, вот он тоже задается таким вопросом, как быть. На это Ян Златоус отвечает очень хорошо. Иов был богаче всех сынов Востока. Давид был царь богатый, но ему это не помешало, и он перечисляет богатых людей, которых Бог благословил. Если он через это делает добро, пусть на этом задержится. А обоим, нищим сделать, в один день можно. Он помогает, дает работу, за него многие люди молятся. Мне это близко и понятно, тот образ, через который я двинулся ко Христу. Роман отверженный Викторию Гюго, Жан Вальжан. Когда он открыл там, изобрел там стеклянное что-то, и, ну, просто люди говорили, а, ты для этого делаешь, а его все решили мэром избрать. И тогда только одна бабушка крикнула, ты сколько добра можешь делать еще, богадельный там все строит, богатый. И он тогда понял, что голос Божий говорит оставаться ему богатым. Он был миллиардер по сегодняшнему. И теперь он и церкви, беспризорных, падших женщин стал восставлять в их нормальной жизни. Это хорошо, но другому дается, но он должен всегда знать, чтобы у него маленькое ответвление какое-то было, куда он, через кого, не сам, конечно. Куда средства дать. Я вот, стихотворение у меня написано, что же со мной олигархи не познакомятся, я помог бы им. У нас есть, куда эти деньги пустить. Вот, и молиться за него, сколько молитвенников будет. И это ему на пользу, что у него такой крест, как Некрасов говорит, знаю, у тебя ворована нет, сундуки наполненные. Это с неба к тебе опустилось, в стихотворной форме говорит. Мне это очень близко и понятно. Я к себе применяю. А мог бы быть я богатым? Нет, не мог. У меня этого нет. Я не знаю цену деньгам. Мне вот доллары, чемодан дай и скажи, твои. Я не понимаю, для меня газетная бумажка или какая-то. Но я знаю, куда их деть. Проверить и точно одной копейки дать отсчет тому, кто дал. Ну, понятно. Тут, в принципе, тоже, можно сказать, крест такой, да. Главное, быть независимым. Мы, как с ним говорят, ну, сгорел, да. Сгорел сарай, горе и хата, да. Вот. Ну, главное, мыслик своих, вот, не быть богатым. Вот, в душе своей. А вот у меня есть такие вопросы еще, значит, я тоже сейчас готовлю ролик, да, с Сергеем Ильиным мы поговорили недавно о имени Божьем. Ну, опять же, не произноси имя Господа Суи, да. Вот. Имя Господне было дано народу еврейскому через Моисея. Вот. И определенное имя, которое мы сегодня перевели Копиньевого, да. Имя же было дано еврейскому народу. Мы какое отношение, мы, христиане, наш, наш Господь пришел под именем Иисус. Вот. мы какое отношение имеем к этому имени. Я сейчас добавлю то, что об этом говорили. Притча Соломона, 30 глава, 7 стиха. Двух вещей прошу я у тебя. Не откажи мне к Богу, прежде, нежели я умру. Суету и ложь удали от меня. Нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом. Дабы присытившись, я не отрекся от тебя, как богатый. Ты не сказал, а кто Господь? И чтобы обедневнее стал красть и употреблять имя Бога моего в суе. То есть, клясть я не врал, я не воровал. Вот так. То есть, молитва такая разрешена, а Бог знает, какое тебе дать игорь. Быть хорошим депутатом это редкость. Быть судьей, тем более быть президентом верующим. Ну, я лично считаю, что это невозможно. Просто невозможно. Теперь о имени Господнем. Нет, сейчас, секунду, Геннадь, еще давайте, я продолжу еще по поводу на эту тему. Вот вы же, вы всей своей жизни показываете ношение вот таких вот бурских скорбей. Сами на себя собираете вот чемодан с скорбями и носите его. Носки эти, штопаете там и прочее. Вот. Ну, вы же сами призываете вас под экспутателем. Вот. Вы же постоянно накуритесь под этим. А почему, почему людям, почему людям плохо воспользоваться таким как бы стилем с жизнью? Когда меня второй раз арестовали, я сразу сказал, а один даже сказал, говорит, вот в прошлый раз ты у нас приходил здесь, говорит, мы тебе сказали, батюшка, тебе это семинария, а сейчас для тебя, говорит, академия началась, не верующая совершенно мне говорит-то. И когда у меня вот такие, какие-то уже испытания, там, там еще отдельно, у меня 13 дней в морозилке держали, у меня и бронхи все полетело. И я тогда хриплю и говорю, Господи, я понял все, я прошел этот класс, переводи меня в другой класс. Дверь открылась, меня потащил Господь в другое место. Больше всего, еще опять же вернусь, это предательство разрушает все. И ты должен устоять. Почему и говорит, об этом Давид говорит, и говорит Павел, все оставили меня, один Лука со мной, там, Тимопей, все оставили. И ко Христу тоже. А не хотите ли вы уйти? И только Петр помолчал и говорит, а к кому идти? У тебя глаголы вечной жизни. Это самое тяжелое для смертного человека вот здесь на земле. Почему? Это твое дитя. Дитя умирает. Ребенка расстреливают на твоих глазах, как мать Маковейская. А это испытание. Испытание. Бог знает, кому какой отдать. Выпрашивать, вот я говорил, как не следует, но в мыслях можно высказать перед Богом. Ты знаешь, Господи, чтобы ты поверил, что ты, я говорю, Господи, ты не ошибся, что меня избрал на это дело. Вот на это дело поставил, и я, ну, как говорят, на низу социальной лестницы быть ассонизатором всю жизнь. Я всегда только черновую работу делал. Самую грязную. И с такими людьми, и с преступниками, в тюрьме, и прочее. Испытание. Я ему все отдаю, он меня обокрал. Он обокрал. Меня дома не было, он все вытащил. Это испытание. Поблагодари Бога, золотого сговоря. Тебя обокрали в храме. А если ты возроптал, а дьявол этого только и ждал, он тебе еще раз, он боится благодарности Богу. А если ты Богу воздал благодарность, он как ужаленный, отскочит от тебя дьявол. Ошибся. Он не раз, что тебя обокрал. Потому что ты Бога славишь и славишь за это. Вы же не будете отрицать, что вы этого просите. От Господа просили этого всего. Да, просил. Но я никому это не советую. Это огненное испытание. У меня другое дело. Мою биографию, говорят, повторять, если Бог не даст, как биографию Солженицына, ее просто невозможно. Он один такой. И мне вот это Бог что давал? Ну, просто я когда рассказываю сейчас, с кем были, кто в тюрьме, там Глеб Якунин в якутских лагерях 7 лет, Зоя Крахманникова, Саша Огородникова, это москвичи. Ни у кого этого не было, как у меня. И некоторые даже на Таразе возможно такое. Возможно. Такую власть Бог давал мне. Огромная камера. С первого дня в полном подчинении. Ни один не закурит. Я два часа проповедую. Охранники собираются с этажей, в одной двери распахнутся и стоят слушают. Даже никто не слышал этого. Это Бог делает. Почему? Я согласился со всем, что Бог дает. И тогда Бог понял, можно и мне дверь открыть. Вот представь, Благовещение, Великий Пост. И вдруг, они знают, я встаю 4 часа, за 2 часа, 2-часовая утренняя молитва. Каждый день, 5 раз в день, по 1,5 часа примерно. 2 часа вечером проповедь. А люди-то это видят. И вдруг открывается кормушка, присутствие охранника, подходит баландер, это называется, которая, ну, обслуживает это. И они мне, не развалившуюся рыбу, большую, большую, где-то на тарелку, в кормушку, которая пролазит, принесли рыбу там. Кто ее покупал там? Наварин, сегодня Благовещение, вы же говорили, нам писали, и мы для вас это сделали. Мало того, лишний кусок старается дать булку, то это отделено всех. А кто у вас знакомый, ни одного нету. Притом, это везде Бог делает. Раз я целиком ему доверился, и Бог делает совершенно необычное. Вот представьте, я разговариваю с кем, скажите, вы на начальника тюрьмы могли влиять? Да кто, я с ним и не встречался. А меня постоянно он вызывает, беседуем. И когда он умер, я спрашиваю, а как он умер? Он говорит, по-христиански. Следователь, я еще не освободился, меня допрашивал, который ввел дело мое. Он уже принял крещение с полным погружением. Я разговаривал с баптистами, которые ни один раз сидели. Ни у кого такого не было. Почему? Я стал думать. И вот вы на это место давите. Это именно отвергнись себя. Это первое. Своего, чтобы не было твоего интереса, никакого. Погаси в себе эту жалость, жажду. А я делал-то какое дело? Насчитал златоустом. И все распространяю. Едва-едва заработал 15 магнитофонов. Это огромная стоимость. Пленки завезены, вдруг меня арестовывают. А я туда еще мыкаюсь. Все конфисковали. Запрещенный промысел. А Бог увидит, я смирился когда, и Бог тогда открывает другую дверь. Другая. Я же ослеп. Сколько он мне там показал. Как приезжает начальство, первые секретари, компартии, и беседуют. А когда я уже освободился? Вот первый шаг сделаешь, и дальше спросить ничего не надо. Все, он знает, что со мной делать. И в любое событие, мировое, ареальное какое-то, Бог открывает глаза. Вот как. Это иго Божие. Я не хочу, как Иеремия говорит. Его забивают. И он уже пал, руку поднимает. Так говорит Господь. У меня бы ни одного врага не было. Андрей, это Кураев правильно говорит. Если бы Игнатий не обрещал церковное начальство, другое. Отношение-то совершенно другое было. Вот сейчас говорят, вот вчера мне материал прислали, можете даже зарядить, или я вам скину. Комиссия, патриарша, извини, что я маленько в сторонку, но это к этому относится. Комиссия за по многим просьбам верующих рассудить пять вопросов Осипова о вечном ущении и другое. Комиссия, и она год назад была, это Андрей Кураев сейчас дал объяснение, но он патриарх, видимо дал отбой. А сейчас они открыли, провели, да, на дом дали это задание, комиссия какая-то, по благословению патриарха Кирилла. И наконец-то вывели, по всем пунктам пяти Осипов не прав. И привели больше тридцати трех мест Библии. И меня вот спрашивает сегодня, там, Соболя Пюрита, ну вот видите, как комиссия, я говорю, я с комиссией-то согласен, ну а теперь комиссия-то освободилась, теперь вами займется, вашими книгами. Я ответ даю, как я буду рад этим. Я рад предстать перед ними. Моими книгами 14 лет занимаются епархией и ни одного вызова нету. Там нет ничего крамольного. Я просто вижу на другом уровне, как поднять это все, о чем патриарх тоскует и говорит. Мы с патриархом... Осипов, Осипов, он юритик, он плоды, он смотрите на людей, на плоды его. Да, люди еще говорят. Да, 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 я об этом говорю, он перепортил, это сколько, это пол России. Да. Но я к тому говорю только, что испытание, вот это Бог дает, первое испытание, самое первое, отвергнись себя. Я стал исследовать, я как доходил, это я должен быть на первом месте. Я стал, что мне нравится, мне сильно нравился спорт. Я боксом занимался, тогда не было, ну, борьбой без правил-то. Ну, другими видами спорта и стрельба. У меня цель была. Я стал думать, могу ли я от этого отстать. Дальше, что я любил. И дальше я стал смотреть. И все это я должен был отрезать. На исследование у меня не больше недели ушло. Я по частям все это бросил. В это время я занимался на семи языках. Я связал все и в подпол бросил книги, испанский язык, там английский, немецкий, французский, греческий, все. Это не мое. И Бог мне тогда показал такой путь, о котором никто даже не слышал, современники. Открыть дверь для всех и оказать любовь. И я открыл дверь, убрал ключ и дверь открыл. А жена в другом месте была уехала. Двери открыты были. Живу рядом с вокзалом, все бомжи ко мне потянулись. Так нельзя жить. Я испытал это и знаю, что такое открытые двери. Виктор Гюго говорит, у христианина дверь не должна запираться. А у врача, у врача. А у христианика должна быть открыта. Он просто сказал, может быть. Я принял буквально, испытал это. И когда приезжали адвентисты, подходят благообразные, борода большая, человек здоровается, кланяется, одет и прилично. Вы меня, наверное, не знаете. Я говорю, нет, я бомж. Я к вам приходил ночевать. У вас всегда обед был приготовленный. Мы приходили, ели, ночевали и уходили. Я им о Христе говорил. Я там, ну, дальше начинает говорить там. Один говорит, я при церкви работаю, другой еще что-то. В училище летно вел занятия. С архиереем, с этим нашим Сергеем приехал диакон, который все поет. И он говорит, а я был курсантом в училище летном. Мы вывели там занятия. То есть плоды мне все время на пути встречаются. Я на него смотрю сразу другими глазами. Понимаешь как? Это испытание крест. Первое, отри себя расследуй. Из чего ты состоишь? Что любишь? Именно, что нравится? И поэтому отрезай все помаленьку. Я крошил себя беспощадно всю жизнь. Где только можно. Я вот разговариваю с верующими. Скажите, вы спите сколько? Ну когда как? Я-то знаешь, значит не контролируется. Стараюсь вставать должен в одно время. А как? Встану рано, Давид говорит. Предваряю рассвет, то есть рассвета еще нет. Я сон резал, урезал, пока два с половиной часа не осталось. А можно это? Можно. И когда Господь увидел, я люблю спать и я отвергся. Мясо люблю, навсегда вышло из употребления. Ну и так по всему ударил, я увидел, что мяса освободилось много. Господи. Осел свободен. На нем тар от пивных ящиков не стоит. Садись на этого ишака. Ты руководи мною. Я с Богом разговариваю с любящим моим другом, как Ио говорил с ним. А люди, которые нападают, они ничего этого не знают. Я поэтому никогда им и не отвечаю. Зачем отвечать? Я буду молиться, усиливать. И тогда я вижу испытание, которое сатана мог бы мне сделать, он уже не сделает. Его нет этого. А он меня сейчас упрекает, а у меня нет, я уже выбросил. Я за борт выбросил. Моисей, придя в возраст, предпочел страдать с народом Божиим лучше, нежели иметь временное греховное наслаждение. Я понял, это ко мне. Я Моисей в маленьком варианте. И поэтому я плыву в лодке, я за борт выбросил все, что мне мешает. Захватил самое драгоценное. Раньше люди сто лет назад жили. Люди, ну там действительно женщина и чьи дороги спасалась, по 10, по 16 детей. Мужики в поле день и ночь. Там жизнь сама по себе была такая путь к спасению. А сегодня человек даже не помышляет о спасении получается. Так что кто же спасает тогда, если все скорби от себя господи, не дай мне болезни, не дай мне того, не дай с него. И че ж, а как что, спасаться? Ну когда я об этом говорю, мне сразу фанатик, экстремист. Ну и другие слова. Я тогда эти слова на капитре, не где-то, а огромный конгресс интеллигенции призванный. Я объясняю эти слова. Вот сидят-сидят академики, профессора, и меня лапотника туда призывают. И все светуют, они не знают, кто я. А ректор-то знает, Евсегнеев Владимир Васильевич. И говорит, вот нет идеи, которая объединяла бы. Раньше она хоть не объединяла, но была. Пролетарии всех стран соединяйтесь. В каждой газете писали. Сегодня нет объединяющей идеи для России-то. Я тогда руку поднял, говорю, она есть. И что, вы ее знаете? Я не просто знаю, я работаю в этой идее. И какая же? Я говорю, надо записать. Да она большая, я говорю, четыре слова. Да какое-то здорово. А какая? Я говорю, дети. О, действительно, вот подрастающее поколение. Я говорю, воспитанные, они переглянулись. Ну, что, во Христе, точка, все. С предлогом четыре слова. Это будут нормальные депутаты. Оборотней милиции не будет. Разводов не будет. Абортов не будет. Будет по 17 детей рожать, но не будет ничего этого. Или будут для Бога посвящать жизнь свою. Дети воспитаны во Христе. Вот лозунг, объединяющий всех. Это нужно кому? Всем. Взрослым надо, детям надо. Это нормальные будут семьи. Это будут молитвы. Нормальные священники во Христе будут. У нас сегодня верующий священник это найти почти невозможно. Вот беда-то какая. И откуда вы это узнали? На молитве. Я ничего не заканчивал. У меня нет образования никакого. И когда они говорят, а как вы это узнали, что он не прав был? Вот сейчас, допустим, ну там, от Боркина. Первый день сказал, какой он. А сейчас только начинает исследовать и видеть. Патриарх о чем говорит? Там об Осипове. А это сказал уже лет 20 назад. Неоднократно. Я ему звонил, с Осиповым разговаривали. Я это говорил уже. А как вы узнали? Понятия не имею. Я встал утром и в них записал. А теперь несколько раз повторил уже в интернете. Вот это и дело. Как я не отвергаю ни патриарха, никого. Я говорю, как им спасти себя? Ему очень трудно. И как только на патриарха сейчас стали нападать, я отбросил все наши разногласия. Я на первое место выставил. Патриарх нуждается в нашей помощи. В молитвенной. Он нуждается в нашей помощи. И от меня больше ничего вы не услышите. Да вы же говорили, он там говорил, когда было нужно. Сегодня он в опасности, чтобы он не отчаялся. Это тоже человек. А меня упрекают, вы непостоянные. Ну что значит непостоянные? Я тогда заботился о его спасении и сейчас заботюсь. Апостол Павел говорит, отлучить его надо, коринфского блудника. А теперь примите его, чтобы он не отчаялся. На себя руки не наложил. А такое в мире бывает. Они не молятся. И ответ получаю на молитве. А сегодня уже два ответа получил. Вот вчера один пишет, я, говорит, опять забухал. Я его не знаю, не знаю, а что? Да уже, говорит, полтора года не пил. А я думаю, что бухал-то? Кувалдой работает что ли? Четыре года. А? Четыре года не пил. Четыре года. Четыре. Мы сегодня насчитали, завтрашним утром будет в отчете. Звать его Максим. Максим Фомин, что ли он? Не знаю. Фомин, то ли? Ну и что я говорю? Ну давайте, вот это, такой сигнал, это в скайпе на меня вышел, кажется. Ну я говорю, вот этот сигнал поступил на кого-то. Ну примени сам к себе, что ты будешь делать? Ну, в Анифатию надо помолиться, в Пищушке надо помолиться. А ты Владимиру князю помолись, говорит, вино, говорит, веселье наше. А я это говорю, ты молиться знаешь как? Мы сейчас становимся на молитву. Не меньше 500 поклонов сделаешь. А дальше даю материал поркотерапия на моем форуме. Профессор Пилипенко лечит 40 розок. Приезжать на Сибирск и навсегда эта черная полоса сойдет с тебя. На моем форуме, заходи на форуме на нашем пьянство и ты увидишь громадный материал. Не знаю, и он тоже согласен, он пишет, согласен. Пишет, то с ребенком не ладно, а то на операцию. Вчера один звонит мне на операцию, у девчонки там косоглазие, вот кладут на операцию, что делать? Ну, в первую очередь, мой совет тебе, может, не надо делать. Я кого знал, делали операцию, стало хуже. Ты сделай, раз она с таким недостатком, то ее будут, кажется, бортовать. она, ну, в первую очередь, лицо уже, глаза это зеркало души, чтобы она была добрая. Она должна добротою, нежностью превысить всех красавиц. И жизнь ее там дальше устроится, ее не пройдут мимо. Но он говорит, что вот через неделю будут, но уже молились. Почему он звонит-то ко мне? Потому что он знает ту же минуту мы все на молитве. И днем вот мое главное оружие. Не менее семи раз помянул его дочка на молитве о хирургах, которые будут делать. Людям на сердце положено, что у нас молитва это не игра. Пусть не делают. Пусть не делают. У меня тетка с таким согласием всю жизнь прожила и детей родила, и муж удачно вышел, и все. Ну, видите как. То есть ответ должен быть такой, чтобы я умру сегодня, и мне не постыдно было смотреть на плоды, которые из моего ответа дальше будут идти. Святым иногда дается видеть, и грешники видят даже, и что делается. Богач в аду знал, что пять братьев еще не обратились. Я не претендую ни на что, кроме на любви к моему Господу и к Слову Его. Оно это согласие не портит ее. Оно даже такое интересное с этим согласием. Видишь как. Видишь как, я почему обращаюсь к опыту. Апостол Павел до утра продлил Слово и в тех, кто упал. Было что рассказать. Ну, я тебе буду разговаривать еще. Я могу назвать тебе десятки авторов книги, да страницы назову. Ну, ты скажешь, да это герои выдуманные. Я не выдуманный и не герой. Но я сразу высчитал, из чего я состою и за что враг может меня цепить. Я сразу это понял. Мне это не надо. Диплом бросил. Ну, и все остальное. Я уж не беру. Это самое ценное. Более ценное было у меня. И все. Жизнь уже позади. Все. Поприще пройдено. Да как радостно на этом поприще. Да как радостно. Я вас сейчас сегодня осознаю. А они мне зубы свежут. Я думаю, я жду этих врачей. Я думаю, я с ума сойду. Я молю, Господи, Господи, ну, сделай. А зубы свежут. А мне не больно. Мне радостно. Господь так выстраивает. Я говорю, Господи, как же интересно с тобой идти по жизни. А как же все это ты выстраиваешь? Лепота такая. Я вот прикидываю к себе. Вот я бы так на твоем месте сейчас лежал. Не знаю. Не мой крест. Просто не мой. Не мой. И нынешний. Ну, ты был бы священник. А почему не стал священник? И вы знаете, в Кочегарках сколько работает, пока архиерея разберется где-то. А за мной архиереи. Даже потеряю приезжали, чтобы рукоположить меня. Я бы мог не священником быть. Но я сидим за столом. Тут митрополиты, епископы сидят. И опять один и тот же вопрос поднимают. Я доказываю, что это не мое поприще. Это не мой крест. Мой крест именно вот здесь быть на низу с самыми покинутыми, с самыми разбитыми. Митрополит говорит, наверное, так и есть. Кое-где вам бы вход был закрыт. Я говорю, действительно так. Понимаешь, как вот надо понимать, что такое связь на молитве с Богом. О чем я молился? И как молиться? Бывает молитва застопоренная. Я знаю, как молиться. Ставлю на молитву, молитва не идет. Это хорошо написано в книге Отеца Арсений. Хоть она и выдуманная, но написана с пониманием. Он говорит, исповедь не идет. Садиков там беседует, с кем он. С исповедь не идет. Вот это на земле главное получить сродство с Богом. Если этого общего нету, то эта, говорит, пылинка не притянется к магниту на облака. И вы так угодили во всем, понятия не имею. Я чувствую близость Бога только. А дойду я, не дойду, Бог знает. Я Ему доверяюсь. Ну, вот сейчас подошли к имени, что вы скажете об имени Бога? Ну, так как есть. Как говорится, Ифеофан Затворник на это обратил большое внимание. И угов, это неправильно. Но так уже принято. Ну, вот мы привыкли говорить Иерусалим. Ну, нет Иерусалима, Иерушалаим. Иисуса-то нету, Ешуа. Ну, и что теперь? Давайте все в бабах научим Ешуа говорить, да не шарахнуться от нас. А почему так? Потому что мы через прокладку получили. И прокладкой служила Греция. Мы оттуда получили, а не от евреев. А в Греции слова Ш, буквы Ш нету вообще в алфавите. Нету. И поэтому у нас Иисус, Иерусалим, ну и хорошо звучит. Ну, вопрос немного не в этом. Вопрос в том, что имя было дано евреям, и причем ветхозаветным евреям. Мы уже Христовы, для чего нам это имя? Ну, давайте рассуждать так. Мой дедушка, ну, допустим, о Боге, скажем так, был назван Егором. А внучатом он и Егором будет уже, а Георгием. Нет. Имя переводится одинаково, но звучание остается другое уже. Вот так. И не надо об этом говорить. Бог открылся. Он не сказал, а вот ты так меня будешь называть, а внуки твои так, а правнуки вот так. Нет этого навсегда. Раз и навсегда имя Его. Ева осталась та же, и Адам тоже имя, и Бог, который дал свое имя, так и дал и Яхва. И все на этом. Ну, там не только Яхва, там десятки, там около тридцати имен. Ну, давая имя, он с этим именем дал заповедь, не произноси имя Бога твоего в суе. Опять же, мы, произнося имя, его заповедь, уже не придерживаемся заповеди. Ну, как они говорили? Там говорится о чем в суе, то есть напрасно. Вот у нас О, Господи, в тяпку упало, О, Господи. Напрасно. Напрасно. А ты что-то сделал, скажи, Господи, прости меня, я такая беспамятная, опять не посмотрела, не выключила, плитку залило, вся спыляка перегорела, ты скажи, чего хочешь. А ни одного слова нет, Господи, это в суе. Он обернулся, слушаю, а ты своими делами побежал куда-то. В суе, то есть напрасно, только об этом речь идет. А поэтому евреи придумали, сейчас некоторые русские скажут, Б-ИГ, Бог, Бога, Б-Тире-Га, Бога. Написано, ни одна буква не пропадет, куда вы дели-то? И русские подыгрывают, и обезьяны. И русские стали писать, от евреев это берут. Бога, даже слово Бога, Бога это еще не имя. Но имя Христа-то не подпадает под эту заповедь, а именно Бога, именно отца, вот именно Яхвы попадает под заповедь. Попадает, все, что касается Бога, попадает. Они клялись именем Божьим напрасно. А мы во имя Христа, у нас да и нет. А имя Иисуса мы должны непрерывно повторять. Даже ты не забыл все, ударили тебя, только повторяй Иисус. Даже Иисус Христос не может. Даже помоги не можешь сказать, и сатана уже отступает. Я прочитал интересную вещь у Златоустова. Он говорит, дом, в котором находится Святая Библия, делается недоступным для дьявола. Я в это не верю. На складах и везде матерятся, там Библии лежат большими штабелями. Но он-то имел не это в виду. В доме, в котором живут по его заповедям, где есть Святая Библия, которую считают и следуют. Ну, Осипа берет, говорит, Христос сказал, в аду и в аде никого. Ну, образное выражение. Так как же никого, когда и Каины, и все эти, и Иуда там все остались-то. Написано, Иордан повернулся спять. Он никогда не поворачивал спять. Холмы прыгали, говорит, каковны. Не прыгали, этого не было. Но это гиперболическое выражение по этической форме. И ссылаться на это как за основу того, что нет ада или в аде никого не будет. Хорошая мысль. Мне нравится, как Ориген сказал, но я православный христианин. Я должен говорить так, как принято. Я считаю, что Богородица это не отображает точность. И Христо Родица больше. Но я никогда так ее не зову. Почему? Но я высказал свое мнение. Но я православный и повторяю только Пресвятая Преста Дева Матерь Божия Богородица. Вот по исследованиям в общем царей там эти приводил факт такие по исследованиям. А имя это начали вписывать в Библию только в 19 веке. То есть до 19 века об этом даже и знать никто не знал. Ну и что? Ну не знал. Так это не говорит, что его не было. Иные говорят, что император Константин вел празднование воскресного дня. Я говорю, и что? Да никто не знал. Это придумали православные. Князь Константин своим указом сделал. Я говорю, день победы с какого года стали праздновать-то? 61-го. А в 45-м была победа. Ну почему? Ну не внесли его в государственный реестр праздников. А теперь внесли. Ну надо же смотреть дальше-то. Праздновали. Ну теперь он сделал его государственным только. С первого века апостолы уже выделяли этот день. А те, которые субботники-то, ну и там адвентисты седьмого дня, другие. А вчера мне один вышел, ну и сам развалился. И жена такая бесплаткая. сначала привнеси себя в порядок. Суббота образно как тень указывала на воскресенье. На воскресенье, когда Бог закончил труд. А вы как? Он никуда не сходил. Я говорю, и где он был в три дня? Нигде не был. То есть у Христа души не было. Так вот, преисподняя. Теперь они говорят, ада нету. Души нету, чтобы он не... В субботу он не работал. Он воскресенье покой принял, когда воскрес. Суббота указывала на воскресенье. Это вечный закон. Никто его не отменял в субботу. Но она имела образное. Они не понимают ничего. Ну а что нам, это... Ну а что нам настраивается, если вот сейчас начнут изменять и снимал веры и прочие вещи? Причем это уже на виду, посмотрите, в церкви идет раскол. Реальный раскол идет. А в чем именно? Так в чем люди, вон уже и монахи и сколько храмов оказываются молиться на патриарх? Не правы. Пусть они делают, как. Не правы. А они за что на патриарха нападают-то? Не за то, что он не проповедовал сам, не за то, что у него вера маленькая, не за то, что он не родился свыше, не за это, а за то, что с папой встречался и поставили ролик. Два беса встретились, два беса. Это нормально? Бесом называют человека, с которым не встречался и не знает. Что он сделал не так? Она полное объединение, символ веры, третий, и она эти вопросы вчера только отвечала. Какой именно? Покажите. Что он сказал? А вот соборную он теперь, говорит, вселенскую заменил словами. Это ну вы знаете, о чем я говорю. Я говорю, соборная что означает? Она дает мысль, что касается и соборов. Хотя подлинный смысл означает собранство всего мира. А вселенская переводится кафолическая. А буква Ф, Ф, это ассимилированная буква Т. У нас говорит Фома, а у них Том Сойер, Том, Том это Фома. Том, Т, Ф. Прикусите сказать букву эту. Что у нас кафолическая? Да мы же кафолическая церковь-то. А кафолическая, ты католическая. У нас название-то одно. Патриарх нищего противозаконного не сделал в этой встрече. А он тайно делал, сейчас пишут, какие-то выступают. Я не опровергаю ничего. Что вот это относительно всю власть архиереям отдали. Церковные советы никакой не имеют роли. И поминают, там сейчас в Москве где-то идет Осипов. Это большой ролик. Там такие люди знатные сидят и поминают Барнаул. Тут Георгий Титов, когда получили управление церковное, а церковь не пошла на это, при еще Максиме было. И они отошли, отошли к Агафангелу. А вы видели, когда священник выступал в продолжении ролика этого? Священник? Нет, не видел. Я видел, только женщина говорила. Ну, вот я думаю, священник, и там вообще, я не знаю, голос каждый год встает. Есть, в общем, у меня есть свидетельства, есть видео свидетельства. Уже в некоторых храмах уже дают свободу, но присутствуют и католики присутствуют на службах. Уже мозолить начинают глаза людям. Причем есть видео свидетельства. Ну, я сказал свое мнение. За Патриару не усилить молитву, больше ничего. А вопрос вот такой, я не знаю, с подвохом. Сейчас вот, если произойдет действительно раскол такой, на Патриархом пойдет или куда, или... Будем гадать, кто победит, говорит. А чего? А ну, на порой, выбор, на порой, я чего. Ну, хорошо, Никон, Никон, Савакуум, хлистались, как в древности царь Аса и Ваасла. Всю жизнь хлистались и остались ни с чем. Нам нужно не верно. Не, ну вы скажите, вот случится, поддержите Патриарх. Ну, в данном случае, если бы меня попросили там где-то выступить, не в защиту, а просто как вы смотрите на то, что Патриарх встречался. Об этом речь-то пошла. Я бы сказал то, что всегда говорю. Это я у Бога выпросил, не сам по себе. Повторяю одно, Патриарх Кирилл нуждается в особой молитвенной помощи, ему очень тяжело защититься от монахов. Я в первый день это сказал еще. Я ничего не меняю. Священники, я не знаю, может быть не 50%, там процентов 30-40 ропщат все. Священники настроены против Патриархов все. Но не все около половины. Ну, потому что они не знают о чем. Пусть они посмотрят, какие развалины. Первым делом миссионерские отделы все выкинут. Это первая зараза дворкинская. А дальше начинайте проповедовать, идите в мир. Не обслуживайте этот мир на потеху сатане. Приходит освящать цыган, отпевает всех. Идите и проповедуйте. Оставьте богослужение в субботу и воскресенье и храм заприте. И тогда увидите, как все тронется. Идите, раздавайте Евангелие, проповедуйте. Упустили-то, ни худа, ни мало, полторы тысячи лет. Мусульман бы не было, если бы проповедовали 600 лет. И что, Азербайджан был бы наш, Татарстан? Два миллиарда православных было бы. Ничего этого не делали. Я 40 лет об этом кричу, говорю об этом. Нам не надо никого судить. А уже все, не судите, не судите. И больше всего судят священнослужители. Теперь они нашли, куда клапан открыли на патриарха. А это ничего не даст. Но сегодня патриарх умрет. Дорога и авария будут. Если властям он не угоден был, он внезапно умрет, как патриарх Алексей Второй-то. Ну и что изменится? Да ничего. Злобные волки лютые останутся на месте. Надо на себя смотреть и на патриарха. Начинай делать, начинай работать. А у них клапан какой на патриарха, да на меня. Пары спускают. Но патриарху-то труднее. Его там и сатаной, еще только нет. Но у него еще в бунту идет. А у меня никого нет. Я делал свое дело и делаю. Патриарх нуждается в нашей помощи. Это мой девиз. В какой помощи, если он во хрестении нуждается? Опять же, что не выступление, он и Господа не поминает. Он человек неверующий. Без поминания проживет, не поминает. Дальше-то ничего не было-то. Покрутятся, повертятся, да и придут. Ну куда Диамид-то был, епископ Анадырский-то? Куда он пошел? В какую дуру залез? Брата родного поставил в епископы. Он, Диамид, пишут. А потом с братом рассорились и разошлись. Двое, два родных брата. И уже нет ничего. А что дело? Диамид выступил правильно. Но когда начало на передавать Синод Патриарха, телефону эти нельзя и проще это, это уже глупости. Они не могут удержаться на золотой середине. Тебе открыто? Молись и плащ об этом. Другим говори, не Патриарха судите. Я Диамида каждый день поминаю в молитвах, произнося его имя. Каждый день. Но я в этом его не поддерживаю. А они с Диабином как поступили? Понимаете как? Сразу начинают. Мне не надо его судить. Я знаю. А как не судить, Игнатьевич? Он не советуется совершенно. Он не советуется ни с кем. Он делает, ну, что Путин там ему прикажет, то он и лепит. Да. А не советуется ни с кем. Так я про это тоже говорил не один раз. Вот сейчас выступал в городской думе города Москвы и нигде ни одного обличения даже не дал. А я сейчас выставил ролик вчера 122 какой? 12-й, кажется, потеряевские которые занятия я вел в 91-м году. Я их сейчас выставляю. Но они выставляются не здесь, а где-то надо по номерам искать. Сегодня выставил, а он выставил на 107-м месте на моем этом видеоканале. И там я сохранились, я же три радиопрограммы в городе вел. Три. И две проповеди сохранилось. Так ты посчитай какие они. Послушай. Ни один священник никогда такие проповеди не скажет. Почему? А он кончал семинарию. Я говорю о всех недостатках. Раз в 50 обращаюсь к Библии. Применяю святых отцов в каноны. Это я говорю по радио онлайн. Самые популярные передачи были. Да они не на этом уровне должны были идти. Я в Москву только приехал, меня сразу на радиостанцию потащили. И он не сказал ничего на днях. Тут я сказал, патриарх должен был сказать. Почему же он не сказал? Его вызвали в Думу. Не в Думу, а, ну да, Дума города Москвы. Это же многомиллионный город. Еще же не сказал, давай говорить о ржавых трубах, как ремонтируют. Да что, он слесарь какой, что ли? Пришел, как домоуправ какой. Сказать людям на жена Христе, и когда честные будут не пьяницы, они все это сделают. человек, основа всего. Он не сказал. Меня попросили, я выступил, я его не осуждаю, просто говорю, что надо было сказать. Люди не понимают, осуждают, то есть, вот они его сейчас осуждают. Его упоминать нельзя, а я упоминаю каждый день. Каждый день. И кто из нас любит патриарха тогда? Вот и решай. А мы его приглашали, ответ получали из его канцелярии. Его просто не отпустили здесь. Он рядом был. Понимаете, я отвечаю во свете Библии, поэтому мои слова не принимаются. Бог говорит вот так. А они сейчас начинают его злословить. А злословие не одобряется. Говорит, не злословие начальствующего в народе твоем. Ну, злословие, конечно, тоже перебор. И вот начинает он там гомосексуалист. И то разный, ну, разную мерзость говорят. Сильно настаивал на этом кто? Квачков Владимир Васильевич, посадили которого полковник ГРУ. Какие доказательства есть? Никаких. А он был вместе с этим с Гомиком, Ротов был, митрополит Никодим. Зациклились на этом. Я уж по правде могу сказать, что мне умом-то я понимаю, что это грех. Мне кажется, что нет такого греха. Настолько это богомерзко, насколько страшно, что настолько невероятно. Заменив, говорит, естественное употребление женского пола. Женщина для этого устроена. Быть вместилищем семени, родить. И вдруг такая мерзость-то. Я за всю жизнь ни одного живого ни разу не видел, глаза ни разу не видел. Но я бы даже смотреть не стал, отвернулся. Сказал бы, все равно не верю. Настолько богомерзко, что у меня это в рамки греха не умещается. Так они везде. Они же, посмотрите, в любую программу включите. Все репортеры, все корреспонденты, масс-медиа, они все абсолютно одинаковые. Значит так, я ни за кого встать не могу, если бы это коснулось. Сейчас будет победа, не знаю. Победы никакой быть не может. Они к чему не способны люди. Это они сейчас, как я называю, кодлы. Собираются в кучу, теперь начинают лаять все вместе. Почему вы раньше не выходили? Я один выходил на патриарха, говорил, писал ему письма, лично в руки Пимену подавал письмо. Чего вдруг загомозились-то? Один поднялся, и я туда же. Они не знают, куда сунуться. А почему ты сам раньше молчал? Ты же видел неблагополучную обстановку. Только деньги, 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 все. Софринскую продукцию запретить принимать. Это бизнес. У меня четкая программа есть на это, как нужно делать патриарху. А как? Мне вопрос задали, если бы вас избрали патриархом, что бы вы сделали? Первое. Прекратить все строительства храмов и часовин. Кому должны деньги в заем отдать? Не на жидовские проценты. И дальше все бросить на издание Слова Божие. И открыть тысячу училищ. Я уже договорился, я говорю, тысячу учителей сразу дают, самых хороших. в один день. Но меня никто не зовет, говорит, бодривой коровью бог рог не дает. Все уже приехали, уже планы не к чему строить. Теперь будем в развалинах решать вопросы свои. А я думаю так, когда мертвая церковь, она даже раскол не может породить. И это может подвигнуть кое-кого, начнут задумываться. Они привыкли везде какие-то системы, система, сенсорский отдел, миссионерская система. И умерло все. Они никуда не могут дальше шагнуть, но Духа Божия не может слышать в системе человек. Человек слышит Духа Божия только тогда, когда он один, один перед Богом стоит. И Бог полагает на сердце. Открою мне эту истину. Я молился, и Бог мне ответил. Это Нафан говорит. И он пришел и в виде притчи излагает преступление любимого царя своего. И что ему ответить? И Бог мне сказал, и не умрешь, а дитя умрет. Понимаете, они Библии не знают, и поэтому калабродят, что попало. Мой голос за его поездку с папой встречи у меня никогда не будет. Никогда. Все, католичина уже. Все. Начните правильно крестить. Перестаньте бриться. Даже внешне возьмите. Я посмотрел, как выглядит наш патриарх со стороны с папой Таримским. Так это ангел. Он даже внешне так выглядит презентабельно. Я не знаю. Тут глобальные такие вопросы. Тут надо свою душу спасать. Надо все, что... Знаешь, брат, меня за это осуждает, говорит, но вы же против были. Повторяю при всех, я за монашество. Но монашество без обетов. Чтобы одинокий был. И дальше шли и проповедовали. Тысячи проповедников, миссионеров. Обстановка уже не вернется. Вот у меня нет зубов. Уже не вырастут. Но вставлять-то можно. Так и здесь. Все у нас развалено. Начинать надо работать. Я конкретно могу по-любому делу сказать. Я не теоретик, а практик. Вот земля. 21 тысяча в сел разрушены. 21 тысяча. Даже спичек перебери и тот долго считать. И мы взяли участок земли. Кое-как добились статуса. Теперь официально школа государственная. Храм построили. Понимаете? Потеряевку в один день может разрастись. Вот ударят где-то. Потекут люди-то и будут искать такое место. Вот так. Я начальник детского лагеря. Я знаю, дети беспризорно. Три с половиной миллиона. Но образуйте лагерь. А я опять готовлю. 45-й год. Сколько пришлось претерпеть. Один год, кажется, два или три уголовных дела возникли против меня. Все ушло. Подал в сречные иски. Всех осудили. Заставили заплатить опровержения, дать по телевидению. И начался, говорится, разгром полный. Кого убитым найдут, кого мертвым. Не знаю, что с людьми делается. У меня в кровавой прокуратуре, говорят, что это делается. Совершенно необычное. Кто, говорит, против вас воевал, все, говорит, выщищено. Я говорю, Бог, я никого пальцем не трогал. Я молился. Я для детей старался. Я создал такой устав. Создайте другой, если вам не нравится. Вместе с детьми могут пребывать бабушки, дедушки, родители, которые знаем. Возраст не ограничен. А какие были? С 7 месяцев до 72 лет. Это лагерь. Каждый день молитва. Стоять в 5 утра. Даже вставать в 5 утра ни в одном лагере этого нет. Чтобы пост строжайше выполнялся. Мы православные. Детям вдалбливается это. Знаете, сегодня заметно, я хоть и не бываю на людях, но все равно я вижу так вот, ну, где придется, что снова люди, люди как-то меняются, изменяются. Люди вроде бы и желают они перемен каких-то, знаете, и каждый надеется на что-то. Вот вроде должен быть прийти какой-то такой вот человек-волшебник и изменить все. А люди-то не против, видите, а как вот их направить на дело-то вот Божие истинное, как начать, с чего начинать, потому что желание есть. Ну, что начинать-то? У русских один герой-то. Придет Ваня Дурачок или Емель на пешке приедет. Я помню, Роберт Рождественский поэт отвечал, пишут, говорит, письма в редакцию и говорят, народ у нас хороший, вы пришлите к нам башковитого мужика руководителя. Он говорит, на полочке у нас башковитые мужики не лежат, воспитывайте сами. Надо работать. И вот тогда мы увидим, вот я вчера получил только два сообщения, новые люди, а я-то мошка-бложка и говорит, я натолкнулся на вас, я вернулся в православие, я сколько таких получил, я совсем ушел к сектантам. Он сейчас в глаза заглядывает буквально, и это не один, так, ну я-то никто, ну священников-то тысячи, 20 тысяч, вчера 20 тысяч пришло из сектантов, что-то было, я не буду никуда обращаться, конкретно, я обращаюсь к силе Духа Святого. Вот ко мне привезли еврея, вы знаете, Наум Израилевич, полтора, там три часа побыл, православный батюшка, ну пусть не скажут, священник и еврей придет и станет православным, и не фальшивым, истинным. Он, представь, еврей распространял протокол источнических мудрецов, о масонстве все, вот, вот что и Бог делает. Следователь обратился, священником стал, один военный, ну и как? Вот это вот. А кто же, кто же его снарядил-то на это? Кто, что сделал? Снарядил его, кто? На моем доме? Не, я имею ввиду, эти, мудрецов распространить. Ну у меня материал, я же 14 лет работал над материалом воцарения Антихриста, о протоколах, обработал все. Ну а протоколы, он распространял, он будущий еврей распространял. Конечно, у меня и получил материал, это где? Он, главный, его дети поехали в Израиль, их не пустили из-за него, говорит, еврея-то. Такой был Васильев Дмитрий Дмитриевич, представитель общества память. Я когда приехал туда, в Москву-то, к нему, а он опоздал, навстречу-то, попозже пришел-то, заходит, вот так руки раскинул, он толстый такой был-то. Ух, кто у нас? Мы все годы ваши материалы слушали, нам казалось, что это голос с неба идет. Представь, Васильев это говорит. Но в моих-то словах-то ни насти к евреям, ни один еврей не найдет. Евреи говорят, чудо Израиль-то, но и вот этот, говорит старик, это тоже чудо Божье, что так и евреи говорят. Я еврея говорю в том духе, в котором говорит Дух Божий. Никогда. Ну, а если человек бесталантный такой, он о себе говорит, я ничего не могу делать, с чего начинать надо такому человеку? Знаете, меня спрашивают многие, говорят, хорошо, вас вот несколько человек, занятия ведете. Я говорю, есть книга такая, открытым оком, автор Игнатий Лапкин. Она в интернете, третий том. И там, во главлении, посмотрите, пособие по изучению Евангелия от Марка. Вот, у тебя хоть один человек есть, который за тебя? Ну, у нас двое, говорит, уже здесь. Прекрасно. Пригносите батюшку, это первый вопрос. И скажите ему, мы дома будем изучать Слово Божие, встречаться, ну, раза три в неделю. Я дам программу противосектантской отдельно, Блаженный Фефилак, вот трехтонник красный-то, и, но главное, считайте, когда вот это пособие, и где ссылка на Новый Завет, там открывайте Блаженного Фефилакта. Уже группа образована будет. Самое короткое время. Батюшка не пойдет. Не трожьте его, он поймет потом. Приглашайте людей, вас будут гнать сразу, сектантами будут обзывать. Вот сейчас говорит, отлучать собирается священник только за то, что человек переписывается со мною. Он говорит, ну что, я неправильно получил что-то или сказал? Нет. Они наставят. Это не тоталитарное ничего. И так будет образовано общество. Если таких везде ящей будет много, значит, много будет влияния. Ну, а зачем их образовать? Вот сегодня, смотрите, в каждом храме есть приход свой, какой-никакой, да, там можно работать с теми людьми. В любом храме. Я за всю жизнь не нашел ни одного места, где нельзя работать. Нигде. Вот я повторяю, опять же, это моя биография. Мы сидим в камере. Ее камеру стали в скором времени назвать камерой академиков. А я никакой не академик. Со мной сидит преподаватель, второй группы космонавтов, Лозин Анатолий Максимович. Вот тут я о космонавтах и о Туполе все узнал, под нагатную. Знал где-то. Второй сидит, он во главе идет, который, если много судит, то главный ответчик называется паровоз. За паровоза. Север Владимир Митрофанович. Это главный рыбак края. У него все космонавты тут, которые были, отдыхали на рыбных промыслах, там стрелять и прочее. И мы сидим. И тут же я каждый день с 8 до 10 веду уроки. Эти люди пойдут другими. И это потом я встречу жену, они к нам приедут домой и сколько нового узнают. И он приехал и жена говорит. И вот он говорит, его опять зовут директором, он из нуля поднял рыбный комбинат. К нему там шли рефрижераторы с Дальнего Востока, с Прибалтики. Рыбы все активно эту страну поднял бы. Но где-то заметили, что-то там и посадили его. Я потом ходатайствовал за него перед ЦК партии и прочее. И вот он, этот сидит человек, он совсем не верит. И жена его рассказывает, Нина Ивановна, и говорит, опять зовут меня стать, без него-то развалилось, а все опять. Не знаете или нет, я как рассуждаю. Это Игнатий Тихонович, что бы мне сказал? Богу не молится опять. Когда директором встал и какое-то большое собрание, говорит, вот трудная обстановка. Знаете, я с одним человеком сидел в камере, он православный. Я всегда думаю, вот в этой обстановке что бы он мне сказал сейчас? Как поступить? Он советуется в виртуальном варианте даже. Так я-то никто. Да разве такую пользу мог бы сделать человек, у которого образование? Я не против образования. Но образование это должно вписываться в рамки Святой Библии. Я говорю то, что в моей биографии, которая Нина-то Ивановна еще живая. И мы поехали, я тайно ее записал, все это. Она говорит, я лежала в реанимации. Я говорю, Нина Ивановна, это жена этого Сивера-то. Я говорю, а как мы познакомились? Я в реанимации лежала-то. И потом пришла в себя, еще не пойму, говорит, что-то кровать у кровати кто-то на коленях стоит, все волосатое такое, говорит. Она бороды-то не видала. Она в реанимации лежит-то. А он партийный человек. И я вышел только и сразу ее нашел, где она лежит. Она поехала в Москву, ей дали адреса, у наших знакомых была. Ей вот сюда, в темечко вошло. Я в жизни не думал, что даже в стране такие люди есть. Все для меня. Бросили работу, ведут, куда в организации, кормят, поят, деньгами снабжают. Почему? Это православие в полный рост. Мне некогда гоняться за другими и обречать их. Я вчера говорю, на меня вышли один из Чикаго, город в Америке, и пишет какая-то там душа и говорит, мне, говорит, указал Вадим, а он доктор богословия, баптист. Какого человека нашли? Православный, рожденный свыше. У-у-у, да это невероятно. А мы думали, православие все мертвое. Да главное, как проповедует, он говорит, прямо, говорит, призывает от смерти в жизнь. А кто такой? Другие там его баптисты. Он называет одного человека и говорит, он баптиста в пух и прах разносит. А баптисты его уважают. Вот это миссия настоящая. В пух и прах, заблуждение. А как человека, они видят, я бьюсь за их души. Вот сейчас одна целую семью свою пытается привезти. Была рядом с баптистами. Я ролика уже два выставил. Увидите, из США там, Инна. Это новые, совершенно новые души. Я призываю к деятельности, слышанию голоса Божия на молитве. О том, монастыри молятся за весь мир. Я говорю, а что, только за голубей молюсь разве? За воробьев? За собак, которых кормлю. А где я молюсь-то? Разве ты видишь, знаешь? Я молился о том, о чем мало кто молился. Я молился постоянно о крушении дьявольского режима сатаны в России. И молился о возвращении на родину Александра Солженицына. И бабкам строил печи, делал я же печник в сорок с лишним лет. И деньги-то не беру, а бабки говорю, разменяю. 35 рублей, это половина моего заработка. И порублю, возле церкви отдавай, и чтобы попроси, помолили, чтобы Александр вернулся домой. А не говорю о ком. У меня за Александра Солженицына тысячи, может, ходатайев были. И он вернулся. Для них просто вернулся, а для меня по моей молитве. по молитве святых своих. Понимаете, я в любом деле, где не посмотрю, я должен оставить след. След евангельский, библейский, след любви. Они этого не понимают. И меня гвоздает со всех сторон. И особенно тех, которые с миссионерских отделов. И я за них усилию молитву еще больше. Их искорежила эта система. Они не такие. Это грех садил. Вот с этого надо начинать. Молитва и сверяйся со Словом Божьим. Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно. Вот как. А сейчас я поставлю ролик, ты будешь говорить, ой, он о себе говорил. Я еще говорил. Я говорю, мой Бог это сделал, благодать Божья. Человеку это невозможно. Невозможно. Меня арестовали. 12 кандидатов наук задействовано было. 12 следователей работали в разных городах. Это что-то стоило? Одно это стоило? Ну вот так. И ни одного врага не было. Ни в прокуратуре. Ко мне после этого приезжали, книги покупали. И кто меня осудил, судья приехал. Ни прокурор, ни КГБ. КГБ, который курировал, полковник, приехал книги покупать. Вот это миссия, когда ты со злом борешься, а человек расположен. А не так, что друг на друга стравливать всех. Вот засланцы прислали с Америки с двойным гражданцем, и он всех стравливает везде. Это программа особая. Разложение России. Более зловредного человека трудно найти даже сегодня. Кто так делает? А вот так. Он в пух и прах разносит, а его они уважают. Чего-то стоит это? Я думаю, что если бы патриарх был где-то рядом, мы встретились, мы бы были с ним близки. Он обязательно бы откликнулся на зов моей души. Я Андрея, это Кураева, когда напали, я ему сказал, я ему забыл кровать-то назад, приезжаю, говорю, шконка рядом и сухари есть. Я тебя тоненьким сделаю. Ну вот, Кураев, что ваш прототип, что же не отклик, что же его патриарх-то не приведет. Чего же они его... У меня связи нет ни с кем. Я только... Напуске порвали. Ну... Неправильно. Неправильно. Я услышал нападают на кого-то. Я сразу меняю отношения. Он нуждается в помощи. Вот там один был с отдела. За одно слово его начали съедать. Мой колчан пустой. Я мгновенно разряжаю все в ту сторону, защищая его. Он прав. Я найду самое ценное в нем и никогда не изменю этому мнению. А он на вас будет нападать. Это его слова. За это он будет отвечать. Мое мнение о нем не изменится до могилы. Мы были в хороших отношениях. Все на этом. И больше от меня ничего не услышишь. У нас же говорили, а если бы Козлов, то она Козловит. Сергей-то как отзывается Игнатий. А вот Сергей бы восстал на него, тогда бы он увидел, какие зубы у Игнатия. Не будет этого никогда. У меня останется то, перед чем я благоговею. Перед страданиями. Что в таком месте и человек не опустил руки. Игнатий Иванович, какие восстания? Мы вообще не должны... На что тут, я не знаю, восстания, обижаться? Друг дружку мы... Понимаете, мы вот в этом мире, я не знаю, как... Ну, как муравьи такие-то. Как муравьи могут друг на друга обижаться там или что-то. Вообще, я не знаю. Что ли это вообще? Миф какой-то пролетит там. Кого-то злобу доит. Какую-то. Я вот пытаюсь с ними. Опять же, это... Смотрю, Дудин написал, смотрю, он на меня это... Ёршится на меня. Я с вами не буду разговаривать. Ущерб какой нанёс. А мне вспоминается рассказ у Ивана Сергеевича Тургенева «Две горы». Самые высокие горы, покрытые вечным снегом, и они грохочут. И как дела твои? Она ответ, говорит, через две тысячи лет только даёт. Хорошо. Прошла тысяча лет, та гора спрашивает, и что ты там видишь? Та через тысячу лет ответ даёт. Какие-то маленькие существа, как муравьи, копошатся, что-то роются, друг друга зарывают в землю. Вот это... Вот талант. А горы стоят могучие, непоколебимые. Через тысячу лет ответ, и они видят, тогда зарывали, сейчас зарывают и зарывают друг друга. Ну, вот наша история. Ну, ладно, на этой веселой ноте. Я буду спать, ладно. Ладно, я маленький ещё рассказ-то скажу, Тургеневу, может, слышал это. Одна девушка на испытании стоит, перед ней открылась дверь, и голос ей говорит, если ты шагнёшь через порог, ты потеряна будешь для родных, для близких. Тебя будут гнать, конфискуют имение, будешь оклеветанная. И она всё это слушает. А впереди что-то у неё маящит. Когда она всё слышала, и так, решайся. Она говорит, принимай, и шагнула. Будь ты проклята, заскрежетала. А тихий голос ответил, святая. Ну, всё? Да, я говорить не могу, мне код двери открыл, и не могу говорить. Ну, всё, с Богом. С Богом. Спасибо, Христос, что пришли. Как что, так заходите. Мне это очень приятно и нужно. С Богом. Слава Христу. Бог дал чудо какое с Сергеем познакомиться. Слава Христу. Он, Слава Христу. Слава Христу.